всем привет дорогие друзья сегодня 1 апреля воскресенье мы идем гулять по алане и приглашаем вас вместе с нами это видео будет не о каком-то конкретном магазине а просто у нашей прогулки по алане я вам покажу все что самое интересное самое интересное и полезное что мы все сегодня увидим или посетим поэтому пойдемте гулять на улице стоит теплая теплая солнечная погода и первый магазин который мы пришли это магазин 82 салы позары заходите оттуда не буду но в алане есть три таких магазина и есть один большой магазин около кипы здесь вы можете приобрести различные товары одежду обувь товары для дома и так далее достаточно приемлемые низкие цены сейчас мы идем по одной из боковых улиц практически в центре алане по направлению к морю по направлению к набережной очень теплая жаркая погода народу на улице нет я думаю что многие уехали на пикник многие на пляже ну и конечно экстремалы я думаю что уже купаются сейчас мы дойдем до пляжа и посмотрим купается ли народ или нет на боковых улицах расположено очень много кафешек вот например одна из кафе где вы можете также вкусно покушать ну а мы уже подошли к набережной мы уже вышли на пляж кейку бат вот там вот вдалеке видите народ загорает купается вижу плавают не знаю теплая вода или нет сейчас попробуем вот здесь народ рыбачит дети лежат на песочке но в общем как вы видите народ гуляет сейчас попробуем теплая вода или нет мне очень интересно насколько теплая вода но водичка еще прохладная кстати прохладная да но купаться уже можно если дети сидят значит и думаю что можно и причем дети турецкие а не иностранные очень жарко на улице когти ну немножко дует ветер но все-таки очень и очень тепло посмотрите какое у нас все зеленое красиво в общем друзья судя по пляжу потому что народ уже купается я думаю что сезон можно считать ну и народ уже туристы ходят в футболках местные футболках воскресенье всегда здесь очень людно катаются на велосипедах гулять с детишками ну в общем просто прогуливаются по набережной и наслаждаются классной погодой природой солнцем после очень холодной алландийской зимы нет кстати в этом году зима была очень теплая одна из самых теплых зим наверно за все то время что я здесь живу дома мы не включали обогреватель практически ни разу включали наверное только один раз и то когда к нам приходили гости включали ну да пару раз наверное в январе месяце когда приходили гости а сами для себя не включали поэтому я думаю что и лето в этом году будет тоже очень жаркое сейчас мы идем по направлению к центру интересно общественный бассейн кстати вот здесь в центре алландии есть все общественный бассейн называется он бегонвиль бассейн еще о хавус шея бассейн видите уже наполнили вот он общественный бассейн в центре алландии сюда можно приходить сидеть отдыхать видите народ уже отдыхает идем дальше по направлению к центру вход в бассейн я не знаю но ахан сказал что вход бесплатный просто вы покупаете напитки и платите по-моему за аренду лежаков на набережной также расположены вот такие вот разнообразные тренажеры но они расположены и по всему побережью я думаю что многие из вас видели многие ходят сюда заниматься летом или вечером но сейчас мы уже находимся непосредственно на набережной болонийском можно сказать порту где стоят все яхты на которых можно отправиться в яхту вот таким вот образом происходит подготовка к сезону видите моют все лежаки чистят пляжи в общем готовятся готовятся к сезону полным ходом поставили здесь вот такие вот парковки для велосипедов потому что летом велосипеды очень популярны видите все сидят на пляже загорают купающихся я не вижу но загорающих очень много потому что действительно жарко мне в моей кофте уже стало жарко сейчас мы находимся непосредственно на пляже за аланийской мэрии вот видите на велосипедах целыми семьями ездят очень людно здесь сегодня как я уже говорила народ просто гуляет отдыхает воскресенье вот такие вот еще скульптуры вы наверное видите по всей алании эти скульптуры делают скульпторы из различных стран когда в алании проходит в алании проходят два фестиваля фестиваль резьбы по камню и фестиваль резьбы по дереву и вот эти вот скульптуры этот фестиваль проходит каждый год эти два фестиваля международные фестивали и вот эти вот скульптуры потом мэрия расставляет по всему городу украшает таким образом город вот видите вот там вот вдалеке кто-то купается я думаю, что это и будет ответом на вопрос тех, кто спрашивал купается, можно ли купаться в апреле сегодня уже апрель но я думаю, что жарко, к середину апреля температура воды повысится и станет еще жарче а еще, друзья, у нас на фейсбуке есть группа Алания Тюрке где мы делаем прямые эфиры постим всякие разные фотки стараемся делать это чаще вот Айхан сейчас делает прямой эфир поэтому обязательно заходите в эту группу подписывайтесь на нее и будете получать самые интересные последние новости из Алании ну и конечно же в основном прямые эфиры те, кто говорит что Айхан постоянно ходит за мной ничего не говорит ну а не говорит он потому что он не говорит это на русском ну а сейчас я хожу за ним потому что он делает прямой эфир в фейсбуке и вот так вот хвостиком я за ним хожу, наверное часа пол чтобы не попадать в камеру поэтому друзья у нас равноправие посмотрите какая красота разве можно за это не любить Аланию цветы солнце уже начали продавать кукурузу скоро откроют стенды с свежевыжатым соком кукуруза в этом году стоит 3,5 лиры многие яхты как я уже говорила и в других видео уже вернулись из порта Алании который расположен на другой стороне они готовы к сезону ну и конечно же если вы хотите получить необыкновенные впечатления незабываемые впечатления обязательно обязательно отправляйтесь на на яхт-туре вокруг Алании и также можете отправиться в Газипашу на яхте Ocean Paradise потому что не все организуют туры в Газипашу вот вы видите все чистят моют убирают и скоро все яхты будут готовы к новым туристам к тому чтобы ваш отдых был интересным и незабываемым в общем народ упорно работает готовится к сезону ну а мы сегодня просто прогуливаемся по городу и показываю вам обычную жизнь в городе что же здесь происходит чем занимается народ вот такие вот интересные страшные лодки есть вот такая она красивая друзья наша любимая Алания апрель май март апрель май и наверное сентябрь октябрь ноябрь самый классный месяц в Алании потому что июнь июль август стоит нереальная жара вот дедулечка ловит рыбу я не знаю можно здесь поймать что-либо но я думаю что он ее ловит не для того чтобы поймать а просто для приятного времяпрепровождения детки катаются на роликах кто-то отдыхает на лавочках просто сидит в общем классная погода мы тоже прогулялись набрались солнца получили заряд витамином D и сейчас отправимся в центр города точнее не в центр хотя мы сейчас уже в центре отправимся на центральную улицу на улицу Ататюрка нужно нам сделать кое-какие покупки про них я вам тоже расскажу ну и может быть где-то покушаем попьем чаю кофе в общем будем гулять до вечера кстати здесь на набережной есть еще дедулечка который плетет вот такие вот классные классные мочалки мочалка разноцветные и стоят они всего 20 лир очень здорово для тех кто любит я не знаю ходить в баню о и о шей пому инхайр о синтетик дейл филош о он бомбельмер интернет он говорит что задерживает и воду и пену и говорит один раз один раз если вы попробуете эти мочалки вы купите всем своим друзьям и родным посмотрите вот такие классные разноцветные мочалки в общем здесь этот дядечка очень популярен всегда продает поэтому если будете покупайте мочалка стоит 20 лир детский паровозик можно покататься с детишками на набережной есть и детский паровозик вот такой вот маленький и есть большой паровоз который вас возит по Алане в течение часа стоит он по-моему 5-7 ну в общем около что-то около 10 лир поэтому можете также прокатиться на паровозике по Алане совершить небольшую экскурсию айхан продолжает прямой эфир поэтому друзья обязательно подписывайтесь на нашу группу прямые эфиры мы там делаем на английском и на турецком языке поэтому даже если вы не знаете эти языки все равно подписывайтесь просто для того чтобы быть в курсе событий и смотреть прямые эфиры из Алании кстати в Алании еще есть и туры не только вокруг крепости и в Газипашу есть также туры рыбалка на яхтах эти туры конечно же не так популярны как все остальные корабль отходит от пристани по-моему в 4 часа утра и ездят на рыбалку даже на акул в общем куда-то далеко далеко в море я тоже хочу как-нибудь попасть на этот тур на рыбалку надеюсь что в этом году я осуществлю эту мечту сейчас мы уже уходим с набережной и отправляемся на центральную улицу на центральную улицу я думаю что там кафешки полны народу тоже все гуляют отдыхают давайте вместе посмотрим что там происходит сейчас мы проходим по торговым рядам которые располагаются в центре Алании народу не очень много но в этом году обещают несколько миллионов туристов в Алании поэтому обязательно пишите в комментариях поедете ли вы в Аланию в этом году пишите кстати были ли в Аланию не были и обязательно пишите поедете ли вы в Аланию в этом году пока здесь немноголюдно но летом особенно по вечерам здесь просто толпы толпы народу ходят туристы местные в общем после дневной жары все выходят на улицу вечером для того чтобы чуть-чуть остудиться мы уже вышли на центральную улицу как Айхан говорит в прямом эфире видите до сих пор он в прямом эфире очень много народу здесь не так жарко как на набережной потому что там солнце там солнце прям прям жарит здесь есть обменник валюты и далее располагаются кафешки сейчас посмотрим видите все по 10 лир рубашечки по 15 лир Айхан вот правильно говорит то что улицы улицы пустые потому что народ все уехали на пикники кто-то уехал к себе в деревню в общем в центре Алании движуха народ сидит в кафешках здесь очень прохладно классно и я пришла еще в один магазин косметики кстати кто-то спрашивал про магазины косметики вот есть еще один магазин косметики gratis здесь не очень дешево после этого магазина мы сходим еще в один магазин где я всегда покупаю разные штучки косметические женские ну а сейчас пойду в этот магазин думаю что там снимать нельзя поэтому имейте ввиду есть вот такой вот магазин и здесь бывает очень много скидок до 50% каждый месяц практически друзья еще один очень-очень-очень важный совет для вас я зашла в магазин gratis вот в этот магазин для того чтобы купить себе кое-что цена товара который я хотела купить была 15 лир со скидкой 10 лир я подхожу на кассу и мне говорят 18 лир я говорю девушка стоило 15 лир стоит 10 лир нет 18 лир ну стоит 18 лир и все я говорю ну давайте несите штрих-код цены в общем мы поднялись наверх и оказалось что стоит она 10 лир то есть понимаете да обязательно в магазинах всегда смотрите на цену и если на ценнике написано 10 лир они вам пытаются продать за 18 требуйте чтобы продали за 10 потому что указано 10 значит они обязаны продать за 10 в общем всегда-всегда следите за ценами и обязательно проверяйте чеки считайте и проверяйте чеки потому что к сожалению могут вам пробить кое-что лишнее или по завышенной цене к сожалению это касается не только иностранцев это касается всех ну в общем такая не очень хорошая политика у некоторых магазинов после кафе мы отправились еще в один магазин косметики покажу вам находится за Элси Вайкики на улице за Элси Вайкики магазин называется Телли Косметик обзор по нему сделаю чуть позже но в этом магазине самые дешевые цены на косметику и очень большой выбор поэтому обязательно тоже приходите в этот магазин находится он Элси Вайкики в конце вот этой улицы и доходите до конца этой улицы и увидите этот магазин Телли Косметик а еще у меня сейчас случилась такая неприятная ситуация когда в кафе сидел один немец я делала прямой эфир на ютюбе он меня подозвал и сказал чтобы я все удалила и ничего не снимала в общем запретил мне вообще снимать все очень странная конечно была реакция у этого дядечки запретил мне короче снимать я думала что только турецкие власти имеют право запрещать что-либо делать на улицах и снимать и так далее мы живем в свободном состоянии поэтому если кто-то не хочет чтобы его снимали может не выходить на улицу или не попадать под камеру но я же снимаю не специально людей а обстановку поэтому реакция его была очень странной ну а на сегодня мы заканчиваем наш поход по магазинам прощаемся вместе с новыми надеюсь вы получили интересные советы вот на фоне нас находится вот такой традиционный старинный турецкий дом который вы тоже можете пустить ну а сейчас мы с вами прощаемся подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх всем всего хорошего пока-пока до новых до новых Продолжение следует...